Доброго ранку! Снижно-солодким, хрумким, яскравим буряком. О, ви вже відчули повітрі пахощі борщу. А що ви ще вмієте готувати з буряка? Можна салатик з чорнослівом. Орехами. В смітані. Винігрет і салатики. Шуба такої красні. Винігрет. Борщ. Борщ. Борщик. Як правило, борщ. Борщ, звісно. Борщ та шуба – це якесь знущання. Буряк такий різнобокий. Теж з нього можна приготувати стільки смакоти, що вам і не снилося. Тож негаймо часу. Зустрічайте десятку найоригінальніших і шалено смачних страв з буряка. Цими вихідними на вас чекає дещо зовсім незвичне. І вчитиме вас бурякових премудростей незрівнянна Алла Ковальчук. Отже, саме для вас і просто зараз. Солодкий та п'яркий буряково-імбирний «Л». Так, це рано. Я налью ще. Запашні, ніжненькі бурякові пхалі. Густа та ароматна юшка з буряка. Абсолютно новий смак. Заберіть у мене, тому що я не встановлюсь. А коли ви побачите страву, що посіла перше місце в нашому рейтингу, у вас точно перехопить ботих від захоплення. Тож побільше вам буряків. Хоча чоловік, що зумів підкорити серце експерта проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк, психолог Орест Шупенюк, досі вважає, що велика кількість буряків – це проблема. А, Надя, привіт. Слухайте, знаєш, що в нас сьогодні на обід? Дивись, бачиш, буряк. І на сніданок в нас був буряк. І на вечері в нас буде буряк. І так було вчора, сьогодні і завтра. Я боюся, що так буде завжди. Кохана дружина вирішила зробити з мене завершеного Зоша. Каже, їж буряк, будеш здоровий, будеш розумний. Я люблю свою дружину. Я змушений це робити. Давай пошукаємо ще якісь можливості з цього ж буряка, я згідно його їсти, зробити ще якісь страви. Орест, відкриво, я тебе розумію. Кожен знає, що не завжди то, що полезно, також і вкусно. Тому я спеціально пригласила Аллочку, яка знає таке кількість рецептів. Може Алла підкаже, що з цього буряка ще треба зробити. Дело в тому, що я вместе з експертами в Сабуде Смачна составили топ-десятку блюд із свєклы. Десять? Десять. Щас вообще сезон, поэтому напоминаем, як вибрать качественну свєклу. Обращаємо внимание на размер. От 6 до 12 см в диаметре – це нормальний здоровий плод. Якщо вона більше, це значить, що там применілися стільки удобрений, що просто гигант вирос. Цвет свєклы темно-красний, бордовий или с фіолетовим оттенком. Главное, щоб этот цвет був однородним. Для того, щоб убедитися, якого она цвета, не стесняйтесь взяти свєклу і підквернути її ноготочком. Якщо у свєклы є білий стержень или слишком явно і по цвету кольця, це значить, що свєкла, як ми говоримо, нитратна. Кожиця свєклы тонка, гладка, без шероховатостей, трещин і порезів, естественно, і форма свєклы. Обычно це круглая или слегка витянутая форма. С хвостиком? Так, в зависимости от сорта. Якщо свєкла какая-то горбатая или она слишком несимметрична, скорей всего, этот урожай, опять же, обрабатывали тем, що абсолютно не потрібно для екологически чистой свєклы. Наденька, спасибо. У нас свєкла качественная. І дально. Це значить, що всі наші кулинарні експерименти будуть нереально вкусними. Зараз ми приготовимо вкусніший, ароматний, свєкольно-имбірний «Л». «Л»? «Л» цепиву. Правильно. А в сочетании со свєклой он станет більш нежним і сладким на вкус. Я за. І для його приготовлення нам понадобиться свєкла, імбирь, лимон, сахар, вода і дрожжи. Прежде всего, ми должны подогреть воду. Доставай кастрюльку. Сюда ми нальем 3 литра води. Включайте плиту. Нам не нужно, щоб вода закипела. Она должна стати чуть више температуры тела. Пока вода нагревається, я возьму одну небольшую свєклу. Ты должен ее очистить. Но прежде надень перчатки, потому що руки будуть дуже спачкані свєклі. Орест, очищаєш. Очищаю. Значит, і натираєш на вот эту меленькую терочку, которая боковаєт, вот на эту. Але це ще не все. Нам понадобиться імбирь, 60 грамів. Очистим і теж натрем. Я зараз сниму цедру з одного лимона. Так, Надюша, я тебе просила, щоб ти подготовила трохєктуру в баночку. І відправляємо свєклу в банку. Стерілизувати банку не треба. Тепер, п'жалюся, відправляй в банку натертый імбирь і цедру лимона. Вот тебе, пожалуйста, лимончик. Відповість сок. Наденька, а ти добавляй, пожалуйста, 200 грамів сахар. І сухі дрожжі. Чайна ложечка. Цвет буде, ви не представляєте, ну це просто красота. Все. Заливаємо 2,5 литра води. Так, тепер берем крышку с водяным затвором. Ставим банку в темное теплое место на двое суток. Бери баночку. Виноси, пожалуйста, вот туда, в коридор. Там є шкаф. Он должен у нас бродить. А когда процесс прекратиться і вся свекла подиметься наверх, ми вот эту баночку ставимо вже в холодильник на 24 часа. За це время процес брожження окончательно завершиться. І ель можна буде достати, процедити і вже наслаждаться потрясаючим вкусом. А для вас я вже подготовила готовий ель. О, коли розмінився. Холодненьким він став. Тобто сейчас ми должны це все процедити і пробувати. Орест, ухаживай за женщинами, розливай. За здоров'я. Давайте, за здоров'я. Да ладно. Класс, серьезно. Свекла очень смягчает вкус имбиря і лимона. Но в целом, получается, так щипається язычок. Необыкновенно вкусно, непритарно і в то же время не кисло. Ну імона справді місце на свековому столі. Точно. Все, Надя пошла. Разнос. Так, це рано. Надюшенька, я надюю еще. Еще не дошло. Мне очень нравится, що вам понравилось. Но это только начало. А дальше ми приготовим блюдо, от которого, Орест, просто за уши не оттащиш от этого блюда. О, честно. Потому что это настоящий грузинский пхали. Пхали? Пхали одна из самых популярных холодных грузинских закусок. Пхали бывает из фасоли, из шпината, из капусты. Но пхали из свеклы, ну это нечто особенное. Готовится пхали очень быстро и очень просто. Для пхали вам понадобится свекла, красный лук, грецкие орехи, кинза, чеснок, соль, хмели-сунели, кориандр, винный уксус и зеленый салат. Для начала берем две средние свеклы. Доставай кастрюльку. Зараз. Тут нам поможет толстостенная кастрюля. Благодаря литому корпусу она равномерно распределяет температуру и долго сохраняет тепло. А также не деформируется от частого использования. Теперь отправляем свеклу в кастрюльку и заливаем водой. Обычно свеклу варят от одного до трех часов. Но сейчас я покажу вам, как ускорить процесс варки. Будем варить свеклу 30 минут. Не верю. Выключаем огонь. Большую миску. Наливай воду. Я беру лед. От перепада температуры свекла моментально размягчится и будет готова буквально через несколько минут. Бери свеклу и бросай быстро в холодную воду. Поразительно. Да. Оставляем свеклу на 10 минут. Довариваем свеклу в ледяной воде. Вы такое слышали? Пока у нас свекла становится мягенькой, мы подготовим остальные ингредиенты. Берем измельчитель. Насыпаем 100 граммов грецких орехов. Во время приготовления еды нам часто нужно отмерить необходимое количество того или иного продукта. В таком случае вас всегда выручит мерный стакан. Они бывают пластиковые, металлические, из боросиликатного стекла или из термостойкого силикона. На стаканах имеются шкалы для сахара, муки и жидкости, что поможет отмерить нужное количество любых продуктов. А подобрать подходящий вариант легче всего в интернете. Там и выбор больше, и можно воспользоваться консультациями экспертов. Буквально пару секунд дробим орехи. Должны быть маленькие кусочки. Давай, Орест. Достаточно. Теперь берем кинзу. Пхали, это кинза. Где-то 12 веточек. Берем только листик и мелко-мелко нарезаем. Еще нам необходим будет чеснок и одна красная луковица. Орест, очищаем луковицу. И нарезаем полукольцами. Два золочка чесночка. Я придавливаю ножом и отправляю к орехам в измельчитель. А вы сюда лук отправляйте. Правда? И кинзу тоже, да? Отлично, Орест. Добавляем специи. 5 граммов соли, и хмели-сунели, и измельченного кориандра. И все перебиваем в однородную массу. Все, достаточно. А, Луся, а свекла-то где? Бери давай свеклу. Ты, пожалуйста, очищай свеклу. Вот свекла мягкая, но упругая. А как она очищается от меня? Смотрите. Пальцем пулируйте. Видите? Это чудесно, Аллочка. Это шикарный способ, шикарный. А я сейчас пасту пересыплю в более глубокую миску. Произвольно, такими меленькими кусочками, нарезайте прямо в миску свеклу. И сейчас сюда мы добавим одну чайную ложку винного уксуса. Винный уксус добавит не только остроты, но и сохранит цвет свеклы. Теперь, пожалуйста, измельчай погружным блендером. Масса отличная. Отличная. Так, все достаточно. Все должно настояться где-то 30 минут. 30 минут прошло. Приноси, пожалуйста, нашу массу сюда. Наденька, этими листьями выкладывай блюдо. Сейчас мы должны сформировать пхали. Руки мы увлажняем, чтобы масса не прилипала к рукам. Набираем полную столовую ложку свекольной массы и формируем вот такие вот шарики. Диаметр 3-4 сантиметра. И выкладываем на сервировочную нашу тарелочку. Должно получиться приблизительно 20 шариков. Получилось необыкновенно красиво. Какая вкуснятина. Слушай, да, я люблю швидко, моментально и смачно. Вот эти вот тонкие нотки грузинских специй. Буки. И остановиться невозможно, между прочим. Урэс, остановиться придется, извини. Ведь впереди, ну, очень вкусное блюдо, которое вполне может заменить в твоем доме борщ. Как это заменить борщ? Чем можно заменить борщ? Если душа просит разнообразия, такое часто бывает, то я рекомендую вам приготовить свекольник. Сочная свекла, ароматный балычок, нежная картошечка, зелень, сметанка. Это просто объедение. Мы поплыли. Для свекольника вам понадобится свекла, балык, картошка, укроп, петрушка, зеленый лук, огурцы, яйца, сметана, уксус, горчица, сахар, соль, пастернак, перец и вода. Берем 4 средние свеколки, одеваем перчатки, очищаем свеклу и будем нарезать соломкой 5 миллиметров. Также нам необходимо 2 картофели на 100 граммов корня пастернака. Нарезаем тоже соломкой по 5 миллиметров. Бери, пожалуйста, Орест-миску, обычный 9% уксус. Добавляем 1 столовую ложечку. Есть. Перемешиваем. Нам понадобится 2 сотейника. В один пересыпаем свеклу, в другой картофель и пастернак. Добавляем в каждый сотейник по 3 стакана воды. Накрываем и варим 20 минут до полной готовности овощей. Берем глубокую миску и сюда переливаем оба отвара вместе с овощами. А я подготовлю сейчас быстренько ледяную баню. А пока остывает отвар с овощами, мы должны подготовить яйца. Бери маленький сотейник, наливаем воду, ставим на плиту. Орест, выкладывай просто яйца сюда. И варим 10 минут. Вы вдвоем очищаете огурцы от кожицы и нарезаем соломочка 5 миллиметров. А также нам понадобится 200 граммов балыка. Балык нарезаем точно так же соломкой 5 миллиметров. Еще нам понадобится 10 веточек петрушки, укропа и 10 стеблей зеленого лука. Теперь бери большую миску с остывшим отваром. Вынимай. Выключаем плиту. А я солью сейчас горячую воду и заливаю холодной водой. А эти ингредиенты закладывать, Алусь? Руки чешутся, хочется свекольниц. Отправляем все туда, к нашей свекле. Класс, так быстро. Теперь мы добавляем 10 граммов соли, черный молотый перец, пол чайной ложечки и чайную ложечку сахара. А я очищаю яйца. Возьми, пожалуйста, мисочки, две штуки маленькие. Разрежьте яйцо пополам вдоль и отделите желток. Желтки складывай в мисочку. Есть, Алуся, разделили. Так, к желткам добавляем столовая ложка уксуса, столовую ложку горчицы и разминаем. Есть. Белки теперь нарезаем точно такой же соломкой, 5 миллиметров. А я беру сметану, 400 грамм. Ого! Сметану мы соединяем и с горчицей, с желтком и перемешиваем. Вот именно от этой заправочки зависит вкус вашего свекольника. Алусенька, а белки мне положить сюда, да? Белок сюда, да. И переливай нашу заправочку сюда в основную массу. И перемешиваем. Смотрите, какой цвет красивый, да? Мы сейчас насыпем супник и супник в холодильник. В холодильник он будет находиться 2 часа. Наш свекольник остыл. Насыпать уже так хочется. А уся неожиданно. Это не борщ, но это очень вкусно. И тут есть все. Вот, что желаете, так? Если бы я не знал, с чего это делается, я бы долго себе придумал. Потому что вкус вот такой вот. Я в восторге. У меня не было таких ожиданий от свекольника, когда ты сказала, что мы будем его готовить. Заберите меня, потому что я не остановлюсь. А сейчас вас ждет сюрприз. Блюдо, которое расположилось на седьмом месте, родом из Франции. Это блюдо обожало вся французская знать. Чаще всего это блюдо прямо вот так приносили, шли в гости и дарили просто-напросто на праздники. Не догадываетесь, что это? Я думаю, что запеканка. Я не знаю, Аллочки. Я развожу руками вот так. Это невероятно вкусный свекольный конфитюр. Надя, сейчас я только намекаю, кто его будет готовить. И ты, пожалуйста, дальше озвучь. Какое-нибудь же. Женя Клопотенко. Ну, кто еще приготовит конфитюр из всего, что под руку попадет? Женька Варенька. Свеклы. Я знала о том, что мы сегодня будем с ним выходить на связь, так что сейчас он нам все покажет. Эй, привет. Привет, Жека. Женька, привет. Привет. Что у вас там сегодня? Свекла? Давай уже свой рецепт. Хорошо. Я вам покажу, что свекла – это не только борщ, это не только зажарка. А на самом деле свеклу можно сделать в конфитюр. Вместе с апельсином и лимоном. Нам понадобится свекла, сахар, лимон, апельсин, пектин и ванильный сахар. Для начала нам нужно включить духовочку на 200 градусов. Возьмем 6 свекл и возьмем фольгу. Берем и каждую свеклу обмотаем, это как снежки. Если хотите, можем побрасаться, побаловаться с едой. Берем противень и отправляем нашу свеклу в духовочку. На 1 час при температуре 200 градусов. 1 час прошел, можем доставать нашу свеклу и начинать делать конфитюр. Достаем. Отставляем. Пускай наша свекла остывает. Пока наша свекла остывает, мы возьмем апельсин и лимон и снимем с них цедру. Нам понадобится терочка, но мы можем это делать и ножом. Одну цедру я сниму терочкой, а второй с помощью ножа. Похожу разные техники. Итак, такими вот движениями. Дальше мы берем апельсин, срезаем так одну часть, вторую часть. И теперь снимаем цедру по-французски, вот так тоненьким. Ничего сложного нет, я думаю, для этого нам будет достаточно. Теперь берем нашу цедру и нарезаем такими маленькими полосочками. Оп-оп-оп-оп-оп. Берем две мисочки и в одну мы отправляем апельсиновую цедру, а в другую лимонную. Апельсины и лимоны нам еще понадобятся. Свекла уже остыла. Открываем наши снежки и чистим. Теперь нам нужно нашу почищенную свеклу нарезать мелкими полосочками. Чем мельче вы нарежете, тем быстрее оно будет готовиться. Все очень просто. Берем сотейничек. Берем 500 грамм свеклы. Теперь снимаем перчатки. Ставим наш сотейничек на плиту. Сначала делаем большой огонь. Варим на большом огне буквально одну минутку. И потом уменьшаем. И все остальное время на маленьком или среднем огне готовим наш конфетюр. Добавляем сейчас апельсиновую цедру. Добавляем лимонную цедру. Очень важно добавить сок. Половина апельсина. И половина лимона. Есть. И добавляем 250 граммов сахара. Есть. Сейчас мы все перемешиваем до однородной массы. Теперь нам понадобится пектин. Нам понадобится 10 грамм пектина или 1 чайная ложка. Теперь ждем, пока наш конфетюр закипит. И варим в течение 10 минут. Итак, наш конфетюр уже кипит 10 минут. Мы можем сделать огонь поменьше. Взять ванильный сахар. И начать творить. Нам нужна буквально 1 чайная ложечка ванильного сахара. О, боже. Мой мозг говорит... Женя, что происходит? Почему свекла не в борще? Итак, наш конфетюр, я думаю, уже готов. По правилам ему нужно буквально 1 час, чтобы он остыл. Для того, чтобы пектин начал работать и все загустело. Но я не могу ждать. Я хочу его попробовать прямо сейчас. Апельсиново-лимонно-ванильным вкусом... Я не могу остановиться, извините. Но это вкусно. Вы тоже, наверное, хотите попробовать? Ладно, я на самом деле шучу. Я для вас варил еще раньше. И передам ее обязательно вам в студию. Это прекрасно. Это удивительно, Женька. Здорово получилось вообще. Восторг. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Пока-пока. А я пойду кушать. О, боже. Будь. Успехов. До встречи, Жень. Так, значит, баночка есть? Какой цвет. Рубиновый. Ух ты. Ух ты, сказал. Я на самом деле знал, что все можно законфитюрить, но вот таке. А Женька все, что попадается в Севин, конфитюр вар из него. Сладенький. С кислинкой, с ароматом цитруса. Конфитюр идеальный. Он чудовый. И самое интересное, что я шукаю запах буряка, и я не знаю. Не. А Луся? Да. Прелесть. Я, может, немножко огорчу Женю, потому что еще покруче есть десерт. Из свеклы? Чем этот конфитюр. Да, из свеклы. Да ладно. Да. А что? И этот вкуснейший десерт приготовит богиня сладостей... Лиза Глинская. Да. Слушайте, мы тоже договорились с Лизой выйти на связь для того, чтобы она раскрыла секрет приготовления ее любимых шоколадных кексов со свеклой. Вот вам, пожалуйста... Привет, королева десертов! Здравствуй, красотка! Привет, мои дорогие! Рада, что могу сегодня поделиться с вами рецептом такого замечательного блюда, как шоколадно-свекольные кексы. Только представьте себе нежный, сладкий, сочный, тающий во рту кекс с кусочками карамелизированной свеклы. Для приготовления шоколадных кексов со свеклой вам понадобятся... Свекла, яйца, сахар, растительное масло, сливочное масло, мука, разрыхлитель, какао, розмарин и соль. Для начала я включаю духовку на 180 градусов. Теперь берем вот такие две свеклы, приблизительно вес каждой 200 граммов. Одна из них станет основой для кекса в виде пюре, а вторую мы превратим в сладкие карамелизированные изюминки. Свекла готовится достаточно долго, поэтому мы будем использовать ее уже в готовом состоянии. Мы ее запечем. Для этого каждую заворачиваем в два слоя фольги. Отправляем в духовку на один час при температуре 180 градусов. Прошел час, свекла готова. Переложим свеклу на тарелку, чтобы она скорее охладилась. Теперь ставим сотейник на огонь и наливаем полстакана воды. Нам понадобится кипяток. Также на огонь необходимо поставить сковородку. На сковородку кладем 20 граммов сливочного масла и столовую ложку растительного. Также сюда необходимо отправить небольшую веточку розмарина. Одеваем одноразовые перчатки, ведь свекла очень сильный натуральный пищевой краситель. Очищаем свеклу от кожуры. Нарезаем одну свеклу кубиком приблизительно 5 на 5 миллиметров. Достаем розмарин и отправляем кубики свеклы на сковородку. Присыпаем двумя столовыми ложками сахара и буквально щепоточку соли. Чуть-чуть. Перемешиваем все лопаткой. Чтобы все карамелизировалось равномерно, мы добавим совсем немного в горячей воды, которая у нас в сотейничке. И оставляем в покое карамелизироваться приблизительно минут на 10. Вторую свеклу мы будем измельчать до состояния пюре. Оно понадобится нам для теста. Нарезаю ее крупными кусками. Я отправляю в измельчитель и перебиваю в пюре. Перекладываю пюре в миску. И добавляем сюда же 2 столовые ложки растительного масла. Займемся тестом. Перемешиваем. Берем еще одну миску и смешиваем в ней все сухие ингредиенты. 250 граммов просеянной муки, это полтора стакана. Сюда же 1 чайную ложку разрыхлителя. И 2 столовые ложки какао. Перемешиваем. Свекла уже закарамелизировалась, я ее выключаю и отставляю. Берем еще одну миску. 2 яйца. К яйцам добавляем стакан сахара. И взбиваем до образования белой пушистой массы. Карамелизированная свекла уже остыла. В яйца с сахаром нужно добавить измельченную свеклу с маслом. Аккуратно лопаткой перемешиваем. Как красивый цвет. Теперь частями добавляем сухие ингредиенты и также аккуратно, деликатно вмешиваем в жидкие. Тесто густое, тянется за лопаткой. Аккуратно вводим карамелизированную свеклу и перемешиваем. Представляете, как это вкусно? Берем противень и такие небольшие силиконовые формочки для кексов. Ложкой заполняем тестом форму на две трети. В духовке разрыхлитель начнет действовать и масса будет увеличиваться в объеме. Выпекаем кексы в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Вы готовы увидеть результат? Я да. Посмотрим? Посмотрите, какие они красивые, румяные. Просто сказочный цвет получился. Когда кексы остынут, их нужно достать из формы и выложить красиво на тарелку. Перед подачей вы можете посыпать их сахарной пудрой. Наверное, я не дождусь, пока они остынут. Один возьму и съем. Просто чудо! Нежное, воздушное тесто. А карамелизированная свекла придает этому кексу сочность. Ну что, вам понравилось? Ну попробуй. Невероятно, просто невероятно, ты волшебница. Лиза, ну ты вообще чудеса творишь. Очень рекомендую попробовать приготовить это блюдо дома. Да, он обязательно сделает. Ага. А Рест как заворожен. Да, я попробую, без кого я сделаю. Пока-пока. Папа, будь здорова. Мы же продолжаем, у нас рейтинг наступный, шешу цьет. Дальше нас ждет настоящий водоворот. Что за водоворот? Таууся, сплошные сюрпризы. Дело в том, что так в переводе с немецкого называется штрудель. А-а-а, штрудель. Со свеклой. Да. Я хочу, чтобы мы сегодня приготовили это блюдо, чтобы вы попробовали. И чтобы взяли свои слова вот эти вот, что назад. Хорошо. Добре, ты кинвезлись. Все, нам понадобится свекла, мука, лимон, яйца, лук, растительное масло, петрушка, зеленый базилик, тимьян сухой, тимьян свежий, соль, сливочное масло, сметана, творог, чернослив, панировочные сухари, чеснок, вода, кунжут и винный уксус. Сначала мы должны подготовить свеклу. Мы возьмем 4 средних штучки. Я сейчас помою свеколку, а вы готовьте бумажное полотенечко, пожалуйста. Хорошо. Будете ее обсушивать. Наденька сейчас должна включить духовку. 200 градусов духовка. Мы должны свеклу просушить. Теперь давайте вот эти вот хвостики, они нам не нужны. И обрежем вот здесь вот эти вот чубчики, откуда свекла росла. Свеклу мы будем запекать, поэтому выкладываем ее в рукав для запекания. Для такого случая у меня есть рукав для запекания, который выдерживает температуру до 200 градусов. Он изготовлен из прозрачной термостойкой пленки и позволяет приготовить блюдо в собственном соку без использования жиров. Блюда получаются вкусные, полезные и нежирные. Экономно и духовку мыть не придется. У нас есть такая ленточка, мы будем завязывать. Вот в таком виде мы выкладываем сейчас на противень и отправляем в духовку. При температуре 200 градусов свекла будет запекаться 1 час. Доставай, пожалуйста, свеколку. Разрезай. И сюда перекладываем тарелку. Свекла должна остыть. Для начинки мы еще будем использовать чернослив, но его нужно предварительно замочить. Поэтому бери чернослив, заливай. Здесь водичка комнатной температуры. Чернослив будет находиться в воде минимум 10 минут. А мы за это время должны приготовить вытяжное тесто. Это без меня уже. Нет, это с тобой. Я не умею. Мы научим. Так учеба. Одно яйцо, пожалуйста, тебе выбивай сюда. И сюда добавляем пол чайной ложки соли. И взбивай, пожалуйста. Нам понадобится мука 300 граммов. Так, отлично, достаточно. Сюда мы добавляем 125 миллилитров воды комнатной температуры. Обязательно добавляем одну столовую ложку растительного масла. И добавляем сюда пол чайной ложки винного уксуса. Чтобы все ингредиенты соединились. Давай возьмем мисочку побольше. Переливай. Теперь в этой миске мы будем замешивать тесто. Я насыпаю сюда муку. Ты представляешь, Арест, ты сейчас сделаешь тесто, приготовишь вот этими вот руками. Вытяжное. Я буду тебе ассистировать. Я буду постепенно добавлять. Да-да-да, все правильно. Ложечкой уж требует. Нет, ложечкой мешать. Я боюсь, Наденька ничего не боится. Уже тесто начинает комковаться, да? А это нормально? Это все нормально. Это супер. Просто сейчас уже мы будем переходить на руки. Будем вымешивать тесто руками. Так, Наденька, подпыляй дощечку, пожалуйста. Можно двумя руками? Обязательно. Давай мы тебе на руки тоже... Не треба. Все, оно пришло. Хотя это не очень обычный способ вымешивать тесто, но он имеет право на существование. Потому что он авторский. Я, честно говоря, потеряла до речи. Я тоже потеряла. Между прочим, техника неплохая. Неплохая, но слишком замысловатая. Замысловатая, да. Можно проще. Может, позволишь Алусе показать? Посмотри. Ну вот мы женщины, так вот как-то не в воздухе, а на дощечке. Все, достаточно. Нужно чуть-чуть его побить об стол. Вот. Не бойся. Благодаря этому, что мы бьем тесто, из него выходит лишний воздух. Тесто отлично тянется, и оно будет хорошо раскатываться, и не будет рваться. Затем мы перемешиваем тесто. У нас получается шарик в муку и в миску. И накрываем его полотенечком. Тесто должно отдохнуть. Отправляем его на задний стол на 30 минут. Одевай перчатки, пожалуйста. Я принесла свеклу, она остыла, ее нужно очистить и нарезать кубиком 5 миллиметров. Ставлю на огонь сковородочку. Я добавляю сюда столовую ложку растительного масла. Пока сковородочка разогревается, я возьму одну среднюю луковицу и нарезаю кубиком 5 миллиметров. Сковородочка, я думаю, разогрелась. Отправляю нарезанный лук. И еще я возьму чесночок, два зубочка и очищаю его. Нарезаем чесночок тоже меленько и тоже отправляем к луку. Пересыпаем нарезанную свеклу в миску. Лучок, смотрите, у нас уже стал прозрачным. Сейчас вот этот вот обжаренный лук с чесночком высыпаем к свекле. Можно я? Можно я? Да. Мы закончим готовить начинку для штруделя. 5 веточек петрушки нарезаем мелко. Сольем чернослив. Чернослив нужно просушить. И лучше всего справиться с этим заданием бумажное полотенце. Они быстро и легко впитывают лишнюю влагу и не остаются на продукте. Нарезать просушенный чернослив куда удобнее. Надюшенька, пожалуйста. Благодарю. Нарезаем чернослив полосочками 3 миллиметра. И сразу же сюда? Сюда, да. Петрушечку пересыпаем к свекле. Добавляем сюда на кончике чайной ложки соли. Полтора грамма тимьяна. И перемешивайте. А я беру 150 граммов жирного творога и перетру это все через сито. Так, пожалуйста. Алло, творог в начинку однородную? Нет. Теперь мы творог должны тоже немножко посолить. То есть тоже щепоточку. Также тимьяна добавим туда чуть-чуть. Перемешиваем. Теперь начинки ставь на задний стол, пусть они там стоят. Перед тем, как заняться тестом, мы должны растопить 50 граммов масла. Так, Надюшенька, духовка 180 градусов, включай. И вот это масло давай в духовочку. Оно должно полностью у нас растаять. У нас сейчас самая трудная работа. Вытяжное тесто мы будем раскатывать на полотенце. Мы должны его подпылить чуть-чуть мукой. Я уже со скалкой. Теперь пальчиком мы немножечко разминаем и начинаем. Давай. Раскатываем. Да, супер, идеально. И теперь туда, в длину надо. Смотри, теперь мы берем тесто на кисть. Со середины вытягиваем на края. Ну, чтобы не порвалось. Ты видишь, какое тоненькое становится, видишь? Как думаешь, мне варто попробовать, а чай отберут? Да, варто, варто. Только вот так. Добросовестный пекарь, вот раньше так говорили, раскатывал тесто так и вытягивал его, что через него можно было читать и любовные письма. Не бойся, давай. Оно прямо должно свисать. Аж дух замирает. Я вечула. Любовных писем мы не будем читать. Давай какую-нибудь картиночку проверим, чтобы толщина была такая. Совершенно вечу тяга. Как у нас там масло, растаяло? Давайте его сюда. Бери кисточкой и смазывай тонким слоем всю поверхность нашего теста. И оставляем чуть-чуть этим маслом, мы смажем уже готовый наш штургель поверхность. Все, этого достаточно ставить, пока масла не убираем. Так, теперь одну третью пласта мы присыпем панировочными сухарями, белыми. Достаточно будет столовой ложки. Достаточно. Начинку мы выкладываем полосой. Здесь от края буквально полтора сантиметра. Мы выкладываем начиночку, не доходя два сантиметра до края. И здесь два сантиметра. Если нам соединить две эти массы, у нас получится некрасивый вид. Правда? Поэтому я предлагаю творожную массу. Нижний, получается, слой у нас будет. Распределяй, пожалуйста, творог. Вот как у тебя сухари, так и распределяй творог. Так, молодец. Теперь давай сверху выкладываем нашу свеклу. Теперь смотри, мы при помощи вот этого полотенца должны свернуть штрудель в рулет. Смотри, мы должны сначала вверх подняли. И теперь вот подкатываем. И сворачиваем. Смотри, раз. И дальше полотенечко, смотри. Раз. Тугенько самое главное стараемся. Шов должен быть внизу. Краешки. Начиночку пальчиком туда подпихиваем чуть-чуть. И вот так вот все это слепляем. И под низ. Залиплим просто, просто залипли. И под низ, да. Наденька, будь добра. Давай противень. Пергаментом застилаем. Теперь давай возьмем вместе без полотенца. Бери под низ. Вот так. Раз. Вот так. Молодец. Сверху смазывай оставшимся сливочным маслом. Кунжут, пожалуйста. Уже обжаренный. Посыпаете так обильно кунжутом. Где-то столовая ложка. В духовочке штруди немножко подымется у нас. Духовка 180 градусов. Отправляем на 30 минут. Пожалуйста. А мы за это время должны приготовить соус. Здесь у меня стакан сметаны. Берем лимон. Наденька, давай терочку. С половинки лимона снимаем цедру прямо сюда в сметану. Аллося, а мне что-то поручишь? Да, конечно. Сейчас я дам тебе базилик. Две веточки снимай листики и миленько нарежь. А я возьму тимьянчика веточку. Отрывай листики и в сметанку прямо. Базилик добавляем туда. Теперь разрезай лимон пополам. Сок из половины лимона выдавливай к сметанке. Три грамма соли и маленькая щепоточка сюда. Достаточно. Попробуем. Соус готов? Да, конечно. Штрудель в духовке еще у нас будет находиться 25 минут. Чувствуете, какой запах у нас на кухне? Неимоверно. И достаем штрудель. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чтобы ваша сдоба быстрее остывала, воспользуйтесь сеткой для охлаждения выпечки. Она поможет быстро охладить свежевыпеченный хлеб, штрудели, пироги, бисквиты или круассаны. На сетке есть антипригарное покрытие. И ее, к тому же, можно использовать как подставку под горячее. Когда будете выбирать, обратите внимание, сетки бывают разных форм и размеров. Подобрать подходящий по цене и качеству вариант легче всего в интернет-магазине. Там и размер легко узнать, и по поводу качества можно проконсультироваться. Ну что, нарезаем соусом начиночка. А ну-ка, а ну-ка. Много начиночки. Этого просто не может быть. Угу. До этого момента не могло быть, а сейчас оно есть. А луся. Ну, я, мабуть, перепробовал все штруделя, которые были мне доступны. Но вот такого я не помню за смаком. Чудово. Штрудель со свеклой идеален. Тесто такое. Сладкая начинка, тонкое, слегка хрустящее тесто. Идеальное сочетание. А соус дополняет это так, что хочется есть и не останавливаться. Как будто бы и десертик, да? А луся, я думаю, что более вкусного и изумительного блюда ты уже нам не сможешь представить. Не буду хвастаться, но смогу. Наши следующие блюда, вот на все 100%, я вам гарантирую, будут для особых случаев. Вы готовы услышать имена этих лидеров? Мы хотим их услышать. Готовы. Тогда не пропустите завтра. У наступной программе на вас чекает четверка фантастичных страв из буряка. Не проспите, если хотите скуштовать пиццу борщ. Вы слышали когда-нибудь про такое? И вы не сможете отрываться от печенья с боряком и яловичиной. Это нереально вкусно. А когда вы приготовите с нами судака в боряковой шубе, вы понимаете, что рыба и боряк просто созданы одни для одного. Ну а наш победитель, он точно станет вашей косирной стравой. Перед нею не стоит никто. Не пропустите продолжение топ-десятки вкусных страв из буряка. Завтра о 9-й ранку. А зараз запишите короткие рецепты сьогоднішних страв. Чтобы приготовить боряково-имбирный «ель», нагрите воду до 40 градусов. Почистите и натрите на дрібную терку боряк, имбир и цедру одного лимона. Перекладите на терті интердієнти в 3-литровую банку, витисните сик лимона, добавьте цукор и сухие дречи. Залейте теплой водой. Накрите банку кришкою с водяным затвором и поставьте в тепло-темное место на 2 дуби. Потім поставьте в холодильник еще на дубу. Достаньте, процедіть через сито. Для приготовления боряковых пхалей, відваріть боряки и остудіть. Подрібніть волоски горьки, додайте до них чесник, нарезану кінзу та червону цибулю. Также додайте сіль, хмелі сунелі та кориандр. Перебийте в блендері на однорідну масу. Боряки почистить, порежьте на шматочки, додайте до горікової маси. Влейте винний оцет та ще раз перебийте суміш до однорідності. Дайте масі відстоятись 30 хвилин. Сформуйте кульки діаметром 3-4 см, викладіть на укрите зеленим салатом блюдо. Для приготовления боряковой юшки боряки, картоплю та корень пастернаку почистіть і наріжте соломкою. Боряки змішайте з оцетом і відваріть у трьох склянках води. Окремо в такій самій кількості води відваріть картоплю та пастернак. Овочеві відвари перелейте в миску та остудіть на крижаній бані. Почистіть та наріжте соломкою огірки. Також наріжте соломкою балик. Подрібніть зелену цибулю, кріп та петрушку. Перекладіть огірки, балик та зелень до охолодженого овочевого відвару. Посоліть та поперчіть. Відваріть яйця, почистіть та розріжте навпіл. Білки наріжте соломкою, перекладіть до юшки. До жовтків додайте гірчицю та оцет, перетріть до однорідності та додайте сметану. Заправте юшку сметанною заправкою та охолодіть упродовж 2 годин. Щоб приготувати буряковий конфітюр, буряки загорніть у фольгу та запікаєте протягом години за температури 200 градусів. З лимону та апельсину зітріть цедру. Остеглі запечені буряки поріжте соломкою, викладіть у сотейник, додайте цедру апельсину та лимону, залийте соком половини лимону та половини апельсину, покладіть цукор та пектин. Доведіть масу до кипіння та проваріть впродовж 10 хвилин. Додайте ванільний цукор, перемішайте і зніміть з вогню. Готовий конфітюр перекладіть до піали та остудіть. Для приготування буряково-шоколадних кексів буряки загорніть у два шари фольги. Запечіть у духовці за температури 180 градусів продовж однієї години. Дайте охолонути, почистіть від шкірки і наріжте один з запечених буряків шматочками 5 на 5 міліметрів. На пательні розтопіть твершкове масло з олією та гілочкою розмарину. Через хвилину дістаньте розмарин. Покладіть у пательні шматочки буряка цукор, сіль та влейте трішки води. Карамелізуйте буряк упродовж 10 хвилин. Інший запечений буряк подрібніть блендером на пюре. Додайте олію. Яйця звийте з цукром до густої піри. Поступово перекладіть бурякове пюре у збиті яйця. Перемішайте. Змішайте борошно, розпушувач та какао. Порціями вийдіть сухі інгредієнти в рідку масу. Наприкінці додайте шматочки карамелізованого буряка. Ще раз перемішайте. Викладіть тісто в силиконові формочки для кексів, заповнюючи їх на дві третини. Випікайте за температури 180 градусів продовж 20 хвилин. Щоб приготувати штрудель з буряком, буряки запечіть в рукаві для запікання упродовж однієї години за температурою 200 градусів. Остудіть. Замісіть витяжне тісто. Збийте яйця сілю, додайте борошно, воду, олію та винний оцет. Вимісіть, перекладіть у миску та залиште підручником на 30 хвилин. Буряки та цибулю почистіть, наріжте кубиками 5 мм. Цибулю перекладіть на пательню з олією, обсмажте разом з подрібненим чесником, перекладіть до буряка. Замочений в теплій воді чорнослив наріжте соломкою. Подрібніть петрушку. Додайте чорнослив та петрушку до бурякової начинки. Посоліть і додайте сухий чебрець. Перетріть через сито сир, змішайте його з сіллю і сухим чебрецем. Розкачайте нарушнику тісто, витягніть його руками. Змастіть пласт тіста розтопленим вершковим маслом, присипте третину пласти панірувальними сухарями. Поверх сухарів викодіть шар сиру, а поверх сиру – шар бурякової начинки. За допомогою рушника згорніть штрудель, змастіть маслом та посипте обсмаженим кунжутом. Випікайте штрудель продовж 30 хвилин за температури 180 градусів. Приготуйте соус. Змішайте сметану з цедрою та соком половини лимона, додайте потрібнений базилік, листя чебрецю та сіль. Перемішайте. Подавайте разом з буряковим штруделем.